Сегодня стало, кстати, известно, это очень важная информация, ее следует обязательно обсудить в нашем эфире. Сегодня в 10.18 две российские крылатые ракеты типа «Калибр» провели пересечение государственной границы Украины с республикой Молдова. И ориентировочно в 10.33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, страны-члена НАТО. Это очень важно и серьезно, но все по порядку. Итак, Юрий, снова вас приветствуем в нашем эфире. Итак, какого типа были ракеты и количество, если можно назвать? Ну сейчас я уже говорил, что будет опубликована информация уже на страничке главнокомандующего. Там сейчас идут последние уточнения подсчета насчет сколько было, сколько сбито. Единственное, я могу сказать, что успешная работа ПВО против воздушной фроны всех сил обороны в очередной раз продемонстрировали наши люди максимум концентрации внимания, максимум отдачи. И есть уже определенно вот такие вот результаты, которые сейчас будут озвучены, опубликованы на страничке главнокомандующего. И хочу, да, уже слушал эфир, вы уже подчеркнули, да, что был беспрецедентный случай, да, применение вооружения российского на воздушном пространстве страны НАТО. Но это, ну, я думаю, не должно быть как-то вот, не должно затеряться в информационном пространстве. Думаю, что будет реакция определенная и страны, и Румынии, ну и Молдова должна уже в очередной раз через ее территорию летать ракеты, как у себя дома. Ну там уже обломки падали, а теперь очередной раз, да, пролетели сверху. Скажите, а эти ракеты были из акватории Черного моря запущены, да? Да, это ракеты калибр радиолокационно, две ракеты наблюдалось, поэтому ждем, да, ждем еще реакции, да, от непосредственно стран, ну, которые, через территорию которых пролетали эти ракеты. И думаю, общественность должна отреагировать в очередной раз как-то, а как отреагировать, это понятно, поддерживать Украину еще больше в борьбе с этим агрессивным соседом. Юрий, ну смотрите, ну это же провокация, да, запускаются ракеты специально по вот такой вот выбранной траектории через соседние страны, в том числе через страну члена НАТО. С какой целью? Чтобы, что? Чтобы сработало или наше ПВО избило и обломки куда-то попали, не дай бог, на кого-то. Или же эта страна собьет, да, и тоже будет прецедент и выход, и эскалация уже на гораздо другом уровне. Так? Очевидно, да. Очевидно, что используют, но определенно используются эти вещи для того, чтобы вот такие случаи, которые происходили в сопредельных странах, потом обвиняется Украина, очевидно, в тех, что специально она провоцирует страны НАТО для того, чтобы они отреагировали. Ну как можно по-другому реагировать на то, что летит через свою территорию ракета, как мы можем ее не сбивать, а уже последствия того, что сбитие этих ракет, что обломки могут попадать в соседние страны, ну от этого уже никто не может быть застрахован. Если ракета была сбита на территории, там, Львовской, скажем, области, так, то определенно инерционно она может, обломки могут лететь еще 10 и более километров. Так же самое, как это было и в Молдове. Естественно, что оккупанты используют эту информацию для того, чтобы использовать ее против нашего государства. На данный момент известно, что МИД Молдовы уже вызвал российского посла. Интересно, как МИД Румынии на это отреагирует. Но вообще вчера я читал, была информация, что у воздушного пространства НАТО удвоилась воздушная активность, авиационная активность России. Наверное, можно где-то сопоставлять и сегодняшний этот инцидент. То есть это некое давление, наверное, провокация, чтобы что-то дослучилось. Я не расслышал вопрос. Россия удвоила свое авиационное присутствие на границах с НАТО. Вчера было сообщение такое. Ну, было. Ну, понимаете, тут вылетает просто определенное количество больше самолетов, вылетает, выполняет свою задачу и садится на границах. В следующий день она может быть уменьшена. Поэтому активность возрастает тогда, когда они ставят перед собой определенные задачи. Ну, какие могут быть задачи? Патрулирование воздушного пространства. Вот то же самое, что они осуществляют от Севастополя до Змеиного. Так же самое они могут летать в нейтральных водах, рядом с странами НАТО на севере. Поэтому в зависимости от того, как они себя решают, так они, например, я бы не сказал, что особо там активность есть возле стран НАТО. Как провокация, может быть, они это используют? Скажите, ну, в принципе, вот эти ракеты, если бы, не знаю, взять какое-то другое время, мирное время, например, если бы ракеты, теоретически две ракеты пролетали, российские ракеты, в воздушном пространстве страны-члена НАТО, то есть, в принципе, эта страна должна была отреагировать, да? Должна была сработать ПВО и их сбить? Ну, конечно, радиолокационными средствами любая страна может видеть далеко. Радиолокационные средства, как в Украине, так и в других странах, 24 на 7 несут боевое дежурство и сканируют небо, контролируют своей страной и за ее пределами. Потому что они должны видеть, что творится там на несколько сот километров, что движется в направлении твоей страны. Поэтому, определенно, эти цели должны быть даже в мирное время отслеживаться. Потому что, ну, тогда же, если мы смотрим на флай-радар, да, который доступен сейчас каждому, видно же самолеты так с включенными транспондерами, которые летят и перелетают, и видно их на радаре. То есть, воздушная обстановка отслеживается в любом случае. Ну, и если есть угроза несанкционированная, это может быть террорист, может быть все, что угодно. Поэтому все цели, которые несанкционированы, летят на территорию любого государства, должны быть сбиты. Но то, что сегодня этого не случилось, это значит, что плохо сработало ПВО? Или просто, ну, не знаю, привыкли, что там ракеты летают? Ну, на этом должны прокомментировать те страны, где это произошло. Поэтому тут мы не будем... Ну, это как бы серьезный такой геополитический вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok